Еще несколько лет назад было сложно представить, что в Сочи будут развивать зимние виды спорта и готовить спортсменов-фигуристов. И вот, сегодня здесь, в Олимпийском парке, открыли краевую школу, которая будет носить имя первой пары мирового фигурного катания. Центр фигурного катания Волосожары Транькова открылся в двух шагах от айсберга, ледового дворца, который на Сочинской Олимпиаде принес звездным спортсменам два золота. Перед открытием у первой пары мирового фигурного катания приподнятое настроение. Спортсмены раздают автографы и делятся впечатлениями о новой школе. Это такое, довольно-таки, значимое для нас, Татьяна, место. Вот, родное уже. Мы очень рады, что именно здесь открывается центр. И для нас очень почетно, с другой стороны, очень ответственно, что именно нашими именами назван этот центр фигурного катания Краснодарского края. Идея открыть в Олимпийском Сочи школу имени Волосожары Транькова принадлежит губернатору Александру Ткачеву. Вдохновили яркие победы спортсменов. Волосожар и Траньков – первые кубанские чемпионы-фигуристы в истории края. За последние годы, это не случайно, мы построили 14 катков, ведомых дворцов. Хочу сказать, что 3-4 года назад у нас не было ни одного. Мы создаем школу фигурного катания для всего края, чтобы вовлечить деньги со всех территорий и спальни образования нашего края. Звездами не рождаются, но ими, как правило, становятся. Мы будем отбирать лучших из лучших, кто желает, кто умеет, пояс воля. В центре Волосожар и Транькова на первом этапе будут заниматься около 30 воспитанников Сочинской школы фигурного катания. Но уже в октябре новый набор. Просмотр будет проходить на открытых краевых соревнованиях. Таким образом, учениками школы смогут стать юные фигуристы со всей Кубани. Наши же сочинские дети там будут заниматься. Это значит, что еще больше возможностей для занятия спортом в городе Сочи у нас появляется. Пока школа фигурного катания только формирует команду педагогов. Что касается самих Волосожар и Транькова, то они, возможно, тоже пополнят тренерский штаб. Но только после окончания спортивной карьеры. Впереди Олимпиада в Пхенчхане. А это еще одно большое открытие. Красную ленточку глава региона перерезал вместе с легендарной сочинской спортсменкой Еленой Весниной на пороге Академии тенниса. Ее открыли на базе Адлер-арены. Во время Олимпиады здесь выступали конькобежцы. За строительство грандиозного дворца отвечал в Краснодарский край. Для нас, для руководителей края, мэра города, всех, кто занимается спортом, конечно, это большое счастье. Это большой шаг вперед. Это очень важная задача. Как обустроить каждый олимпийский объект. Найти второе дыхание, вторую жизнь. Лед на Адлер-арене растопили сразу после зимних игр. Теперь на базе в прошлом ледового дворца 24 корта. Дважды обладатель Кубка Большого Шлема в парном разряде Елена Веснина в этих стенах уже играла с аргентинками на Кубке Федерации, которую принимала Адлер-арена в апреле. У сочинской школы тенниса большие традиции, отметила спортсменка. В Сочи в свое время тренировались Евгений Кафельников, Мария Шарапова. Новых больших побед теперь будут ждать и от воспитанников Академии тенниса. В мире встречались? Есть Академия тенниса? Я думаю, что в России и сам в России-то было. А в мире? Академия тенниса есть? В Академии тенниса в мире, конечно же, есть, но нет такого, наверное, масштаба. В честь торжественного открытия Академии тенниса в Сочи Елена Веснина подарила губернатору Александру Ткачеву свою победную ракетку. И пообещала, она еще не раз навестит будущих чемпионов в стенах новой школы. Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.